Всем привет, мои дорогие! С вами Татьяна Кузмина и проект Фуберлик Реалити. В этом видео я вам проведу обзор на новинки каталога 14 компании Фуберлик. Вот так он у нас выглядит. Обращаю ваше внимание, что каталог у нас всего лишь двухнедельный. Он действует с 29 сентября по 10 октября. И, как всегда, в двухнедельный период компания делает щедрый подарок для новичков, которые зарегистрируются и делают заказы в этот период. А именно оформлен заказ на 2500, а платят всего лишь 1000 рублей. Представляете, как это здорово! Что для этого нужно сделать? Вот по данным видео есть ссылка на регистрацию. Вы можете зарегистрироваться сейчас, сделать заказ вот в этом каталоге, первый свой заказ на 2500 рублей. И в этом каталоге вы получите подарок именно 1000 рублей, да еще и 20% скидка. Вот таким образом, за заказ на 2500 рублей вы заплатите всего лишь 1000. Шикарная акция! Не упустите такую возможность! Ну, а я перейду к новинкам. Их у меня, кстати говоря, немного, потому что я тоже хочу воспользоваться выгодными предложениями каталога 14, поскольку сейчас, вот на тот момент, когда я делала заказ этих новинок, эти предложения еще не действовали, но уже могу сделать такой заказ и сделаю в ближайшее время, когда сработает акция при заказе двух, приобретим дешевле. У нас там целая серия выходит обновленная эксперт по уходу за волосами, шампуни, бальзамы, маски, эликсиры. В общем, хочу тоже заказать какие-то средства, но хочу, чтобы это было не дорого, а чтобы это было все-таки подешевле. Поэтому такие новиночки я заранее не заказывала, но и тем не менее, я заказала новинки очень интересные, и надеюсь, что вам вот этот обзор поможет сориентироваться, потому что, девочки, на самом деле у нас кое-какой ляп в каталоге на декоративную косметику, на запеченные тени. А тени я заказала и как раз-таки вляпалась, потому что не тот оттенок, который мне хотелось, получила. И в итоге писала письмо в обратную связь по этому поводу. Но давайте, корюш, я начала рассказывать про тени, то с них и начну свой обзор. Вот в такой упаковочке все это дело приходит. Это наша премиальная линейка, пришла на смену запеченным теням из прежней серии, которые у нас были вот в такой золотой упаковке. И тени стоят не дороже тех запеченных теней, которые у нас были. У меня артикул 5385, и они шли в каталоге как розовая вуаль. Вот такая сейчас стильная, очень красивая упаковочка. На мой взгляд, она более выигрышная по сравнению вот с той, которая была, золотая. Мне кажется, вот эта более стильная. Это вся какая-то такая блескучая. Она, видите, по размеру меньше. Вот это очень классный дизайн. Мне понравился. И 5385, я вот начала говорить, что это розовая вуаль. Ну, девочки, открываю тени и тадам! Ну, где же здесь розовая вуаль? Розовой вуалью не пахнет. Там все оттенки были в розовом цвете. А здесь, видите, они бежевые какие-то. В общем, это не розовая вуаль. Перепутан оттенок теней. Это вот те же самые тени, которые у нас были вот в этой прежней линейке. Я вам даже вот сейчас дам их сравнить. Оттенки очень похожи. Мало чем они отличаются. Я бы сказала, наверное, что ничем они не отличаются. Абсолютно идентичные. Я уже делала макияж на камеру вот с этими прежними тенями. С новыми не стала делать, потому что надеюсь, что я их все-таки поменяю. Ну, потому что, ну, зачем мне продублированные тени однотипные. А вот с этими прежними тенями макияж делала. Если вам интересно, проходите вот по этой активной ссылочке и посмотрите этот макияж. Макуаш, да? Макуаш. В общем, я вам сейчас хочу в каталоге показать, как же эти тени выглядят. Вот, смотрите, я-то хотела вот эти тени. Видите, они прям в розовых таких оттенках. А получила вот эти тени. Вот. То есть, получается, я получила 53.17. Вот здесь они в каталоге. А на самом деле я хотела вот эти. Но, девочки, вот эти тени, они идут под артикулом 53.86. Я вам сейчас сделаю вставочку скриншота, как это правильно должно быть, что мне пришло из обратной связи. И, кстати говоря, в разделе сообщества на YouTube я также размещала данную информацию. Вы можете ее и там посмотреть. Вот с этим скриншотом. Так что вот такой у нас небольшой нонсенс произошел. Но что поделаешь, бывает и такое. В общем, с тенями здесь у нас идет неправильное указание артикула. Из-за этого идет потаница. Какие тени нужно заказать, какие не нужно. В общем, девочки, резюмирую. Если вы хотите заказать вот эти тени в розовом оттенке. Они, по-моему, сейчас называются бронзовая вуаль, а не розовая вуаль. То вот эти тени, они идут под артикулом 5386. Вот так. Это про тени. Я вам рассказала. Вот такая новиночка. И мне, кстати говоря, в обратной связи написали, что я могу по желанию сдать эти тени, отменять. Ну, точнее, не отменять, а перезаказать на другие, на те, которые я хочу. А эти вернуть на склад. Что еще у меня в новинках, девочки? Ну, конечно же. Как я могла пройти мимо парфюмерной воды? Новая водичка, зефир. Посмотрите, какой дизайн факончика. Ну, очень приятный. Ну, действительно, ну, зефиринка же, да? Прям так и хочется съесть эту зефиринку. Знаете, вот эта вода, она мне очень-очень напоминает парфюм, который называется у нас Мурмур. Он такой же сладенький, с ванилькой. И вот ноты действительно прям вот чем-то они напоминают те, которые в том парфюме. Но там те ноты, они более сладкие, они более яркие, что ли. А вот здесь в шлейфе она все равно вот какая-то кислинка присутствует. Вот что-то есть такое, что не дает этому аромату сказать, что он приторный и какой-то такой прям вот сладкий-присладкий. И очень приятный аромат, девчонки, я не пожалела. Прям вот сама бы с удовольствием им пользовалась. Но понятно, что вот этот флакончик у меня пойдет в тестовый сейчас на промостойку. Но на промостойке я всегда могу воспользоваться тем, чем я хочу. Выглядит коробочка сама вот таким образом. Артикул данного парфюма 3088. Здесь все просто. Упаковка простая на самом деле. Чем-то мне эта упаковка напоминает упаковку от Променада. Такая вот она. Не очень картонная-картонная. Такая тоненькая. Простенькая упаковка, но вот дизайн флакончика. Девочки, вот парфюм. Есть такая сладость, но и есть кислиночка такая. Очень классная. Приятно парфюм. Если любите сладкие ароматы, он, этот парфюм, может вам понравиться. Но, может быть, и нет, о вкусах не спорят. Так, еще что у меня из новинок. Еще одна интересная новиночка, девочки. Я купила вот в такой упаковочке вот такой косметический спонж. И я уже с ним даже делала себе макияж. Но не могу же я ждать, когда я им буду пользоваться, когда проведу обзор. Естественно, я сразу протестировала, чем мне понравился этот спонж. Во-первых, конечно же, как и любой другой спонж, его перед тем, как использовать, нужно намочить. Чтобы он набрал воды, отжать это дело хорошенечко. И только после этого брать тоналку и уже распределять по поверхности кожи лица. Чем он хорош? У него вот такая гладкая, причем достаточно большая поверхность, видите? И вот такой тоненький кончик. У нас был что-то подобное, какой-то такой косметический спонж. Сейчас уже не помню, сиреневого что ли цвета он у нас был. Где-то, по-моему, у меня даже есть. У меня есть и наш спонж подобный, и не наш. И там неудобно, а вот эта вот поверхность, она какая-то вот такая полуокруглая, что ли, была. И кончик не такой остренький. А здесь и кончик очень удобный. Вот это вот место под нижним веком обрабатывать. А вот здесь очень удобно наносить прямо на поверхность лица девочки. Шикарный спонж. Но я здесь перестаралась. И это может быть недостаток данного спонжа. Я сейчас покажу вам одну бяку-капу. Вот смотрите. Вот видите, не знаю, хорошо ли, вот видно. Видите, кусочек у меня отодран. Здесь вот небольшое было такое, вот что-то такое, за пределами края выходящие. Ну, неровная была поверхность. Я ее вот так потянула, представляете, вот кусочек отодрала. Вот, ну, не знаю. Это, конечно же, минус данного спонжа. Я не знаю, рассыпется он или нет, от скольких применений. Но, девчонки, насколько он удобный. И самое интересное, сейчас я вам скажу один лайфхак. Если вы хотите любую тоналку превратить в кушон, девочки, вот этот спонж вам в помощь. Обязательно его намочите, отожмите и наносите вашу тоналку с помощью этого спонжика. Эффект получается практически один в один. И по ощущениям один в один. И вот, вы знаете, я сейчас буду наносить те тоналки, которые у меня задвинуты. Из-за того, что я в последнее время перешла на кушон. Очень уж мне это средство нравится. Но он не дешевый. Вы сами понимаете, кушон у нас стоит там полторы тысячи рублей. Но все равно я его покупаю то со скидкой 70%, то еще по каким-нибудь акциям. Но, короче, я теперь могу, по сути, все свои тоналки превратить вот в такой же кушон. И по ощущениям, пользуясь данным спонжем косметическим. Зачетная штука, девчонки, очень понравилась. Даже думаю, а не купить ли мне еще один. В общем, попробуйте. Интересный эффект получается. И, возможно, у вас поменяется отношение к тем тоналкам, которые у вас имеются. Если вам, например, какие-то тоналки не подошли, где-то у вас завалялись, вы можете их протестировать с использованием этого спонжа, перемешав эти оттенки. И вот нанеся на лицо, в общем, девочки, эффект получился просто сношебательный. Очень я довольна данным спонжиком. И вот еще раз повторюсь, что подумывала о том, чтобы заказать себе еще один такой. Ну и, собственно говоря, это у меня все, девочки. Вот такие новиночки из каталога 14. Я буду еще делать заказ новинок, но чуточку позже. Но мы с вами еще не прощаемся, потому что я хочу вам рассказать и показать еще две новинки, которые я получила из раздела «Бизнес аксессуары». Для вип-консультантов у нас сейчас есть возможность приобрести такие новинки по очень выгодным ценам. Я вам не проводила такой обзор на чемодан. Вот такой бьюти-кейс я себе заказала. Посмотрите, какая классная штука. Даже внешне, вот даже чисто внешне. Очень добротно, очень стильно. Я уж не говорю о том, что это очень-очень удобно. Вот смотрите, здесь есть вот такие замочки. Я сейчас их раз открою, два открою. И аларчик просто открывался. Посмотрите. Хоп. Вот так открывается, вот так открывается. Ой, девчонки, как бы мне вам показалось. Господи, вот так открывается. Ага, это только теперь ко мне откроется. Давайте я вам сбоку вот так покажу. Посмотрите, хоп. Здесь зеркало открылось. И вот эти вот, видите, вот штучки. С помощью двух рук я могу это поднять. Одну руку у меня, наверное, не получится. Вот эта штука. Вот надо двумя руками поднимать. Давайте я подниму вверх просто. Я все вместе их вот так тяну вверх и от себя. И посмотрите, что здесь выдвигается. Посмотрите, какая красоти. Мне не опрокинуть бы. У меня все мои декоративные средства, средства декоративной косметики. Здесь в несколько рядов все лежит. Здесь не один ряд. Здесь вот где-нибудь два ряда. Все здесь вот так компактно. Здесь то же самое. Смотрите, вот у меня сколько здесь туши. Целый ряд туши лежит. Здесь у меня вот тени тоже не в один ряд лежат. Это вот ватные палочки у меня здесь лежат. Здесь у меня, посмотрите, там и запеченный хайлайтер, и помад очень много. Просто все не охватывается вот здесь вот. И вот там вот и тени еще вот здесь лежат. Вам не все видно, к сожалению. А мне держать-то тяжело. Это такая штукенция-то нелегкая. В общем, девочки, так это удобно. Вот сейчас вот я сложу. Просто, смотрите, как. Вот так раз, 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 оп. И все сложилось. Хоп, хоп. И посмотрите, все компактно. И все в чемоданчике. Клемы сейчас вот эти закроем. Защелки. Все защелкивается. И, пожалуйста, вот вам бьете кейс. И в мир, и в пиры, и в добрые люди. Вот я пользуюсь лично. Можно, пожалуйста, проводить с помощью него какие-то мастер-классы в оффлайне. Если есть желание. Вот так что, девочки, очень классный бьюти кейс. Стоит он 1999 рублей. Но у меня была объемная скидка. С учетом объемной скидки я за него заплатила всего лишь 690 рублей. Представляете, за 700 рублей, по сути, купить такой бьюти кейс. Но не знаю, поищите. Да и за 2000 на Алиэкспресс вы точно такой не найдете. Найдете. Но другой, точно худшего качества. И он будет совсем другой по строению. То есть здесь тоже нужно сравнивать с аналогами. А не с тем, что вы видите там, ага, вот самый дешевый там за 600 рублей, например. А у нас вот тут 1999, да? Нет, девочки, сравнивайте аналоги всегда. И еще один товар, который мне тоже, можно сказать, достался прям совсем даром. Это фитнес-браслет. Вот смотрите, такая штучка. Здесь разные варианты. Ну, вот вы знаете, у меня вот погода, пожалуйста, можно посмотреть, да? Что здесь еще? Вот я не вижу музыку, можно подключить. Здесь еще, так, или еще камера. Можно сделать так, чтобы вот этой кнопочкой управлять своей камерой на телефоне. Здесь можно сканировать QR-код для программы, загрузить программу. Вот, кстати говоря, без программы вот данное устройство работать не будет. Вот главный экран. И здесь можно, значит, шаги, физическую какую-то нагрузку, и бег, и шаги измерять. Здесь вот, видите, сердечко здесь, если зайти, то можно, вот заработал. Видите, датчик, это обязательно нужно, чтобы было на пульсе. Причем он должен быть плотно прижат к руке, и тогда пойдут измерения. Вот, то есть можно и пульсы, и давление измерить. Ну, конечно, он врет, что тут говорить, но хотя бы так плюс-минус сориентироваться. Сейчас я из него выйду. Выходим длительным нажатием и заходим в кнопочку длительным нажатием. А вот коротким нажатием просто вот так перелистываю. Вот, шаги, вот если я нажму, здесь, видите, на скакалке, а вот на скакалке там бег был, что-то еще, степ, не знаю, что. Ну, в общем, здесь вот разные варианты. Дальше я вышла уже. Так, сейчас. Вот здесь сообщение. Можно синхронизировать с телефоном через специальную программку. Программа называется FitPro. Вы сначала эту программку заканчиваете к себе на телефон, через нее синхронизируете вот этот браслет с телефоном, и сразу же, как только произошла синхронизация, у вас на главном экране выставляется время, и вы можете уже и погоду смотреть, и, в общем, синхронизировать со своими шагами, там, с физической активностью, вот, измерение давления и прочие-прочие функции вы можете осуществлять. Я долго искала название вот данного устройства, данного браслета, потому что у меня есть свой браслет, и я знаю там название, здесь нигде в инструкции не написано. И методом каких-то вычислений я поняла, что это М5, хотя до сих пор не уверена, М5 или не М5, но когда нажали на М5, то произошла синхронизация. Интересный момент. И еще он приходит, значит, в упаковке практически разряженный, то есть его нужно зарядить. Там еще идет зарядное устройство, вот, к сожалению, я его убрала, оно просто вот сюда примагничивается, там, ну, шнурочек такой, магнитик, вот, сюда он вставляется, и вы его присоединяете через USB уже к вашему зарядному устройству. В общем, вот таким образом можно зарядное устройство от телефона использовать. Ну, вот, кратко вам рассказала, не знаю, на пальцах, может быть, немножечко так сумбурно, но, в общем, в принципе, браслет рабочий вариант, скажем, такой, 780 рублей, ну, наверное, однозначно он этих денег стоит. Нужно теперь его испытать уже в действии, чтобы он шаги измерил, но все остальные функции вроде как, ну, не все мы попробовали вчера, во всяком случае он давление померил, значит, измерил пульс, что там еще. Шаги вот мы не мерили, к сожалению, погоду, температуру воздуха, вот это вот он все показал. В общем, какие-то опции мы протестировали, какие-то еще нет. Вот такая вещь. То есть, девочки, за небольшие деньги можно приобрести вот такие классные бизнес-аксуары, и, конечно же, это не единственный бизнес-аксуары, там есть и ручки, и блокнотики, и футболки, и бейсболки, есть и портмоне всякие, кошельки, и визитницы, в общем, девочки, там много всяких средств в арсенале, вот в бизнес-аксуаров, и, конечно, это доступно только для вип-консультантов. В продаже этих вещей не будет, к сожалению, но те из вас, кто является вип-консультантом, естественно, может такой воспользоваться возможностью, но если вы не вип-консультант, ну, что остается стать вип-консультантом? В общем, по поводу вип-консультантов и вип-программы у меня тоже было отдельное видео, вы можете пройти вот здесь по активной ссылочке это видео посмотреть, для того, чтобы понять, какие действия нужно совершать, чтобы стать вип-консультантом, вообще, что нужно сделать для этого, как идет накопление виповского стажа, какие плюшки от этого виповского стажа и так далее, то есть обо всем я в этом видео подробно вам рассказала. Ну, что ж, мои дорогие, на этом у меня все. Если видео вам было интересно, полезно, ставьте лайк под данным видео. Если еще не подписаны на мой канал, подпишитесь, не забудьте нажать на колокольчик. Увидимся с вами в новых моих видео. С вами на связи была Татьяна Кузьмина. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова